Здравствуйте, меня зовут Максим и я хотел бы немного рассказать о том, как сжимать нейросети. Зачем вообще нужно сжимать нейросети? Дело в том, что нейросети это весьма перепараметризованные избыточные структуры. У нас зачастую параметров в сети, которую мы учим, столько же, если не больше, чем объектов в обучающей выборке, что как бы несколько странно. Это может привести к тому, что сеть буквально выучит или запомнит обучающую выборку, а не выделит в ней какие-то полезные закономерности. Хорошо, быть может нам тогда просто использовать нейросети поменьше, но опять-таки нет, поскольку было показано, что большие и сжатые нейросети существенно превосходят по качеству просто меньшие нейросети с меньшим числом параметров. Ну и наконец это вопрос переноса сетей на мобильные устройства, потому что это вам и какая-нибудь умная клавиатура, и система безопасности, и усовершенствованные игры, приложения, прочее, прочее. Но для этого нужны большие сети, которые часами, днями учатся на множестве ГПУ, уметь делать легче в смысле скорости и в смысле памяти, которую они занимают. Итак, давайте вспомним, что нейросети по сути это набор из матриц их весов. Соответственно, алгоритмы, которые как-то сжимают или ускоряют сети, должны либо что-то уметь делать с самими этими матрицами, либо в принципе с представлением весов сети в виде совокупности из матриц. Ну и мы сегодня рассмотрим три таких направления, как квантизация, прунинг, который бывает структурированный, не структурированный, и методы разложения матричного и тензорного. Эти подходы перпендикулярны друг другу, независимы друг от друга, базируются на совершенно разных идеях, поэтому их можно комбинировать и таким образом добиваться еще большего какого-нибудь сжатия, ускорения ваших моделей. Также есть некоторые более-менее экзотические техники, вроде тех, что основаны на обучении с подкреплением, но мы их сегодня рассматривать не будем. Начнем с квантизации. Идея очень простая. Просто используем меньше бит для представления параметров сети. Например, вместо float 32 используем float 16 или интеджер 8-битный. Соответственно, это очень уже давно известное направление, и тут много чего было придумано. В частности, есть алгоритмы квантизации, которые позволяют неплохо ускорить сеть благодаря переходу от операции с плавающей точкой к побитовым операциям. Но среди недостатков методов квантизации можно выделить такие, как ухудшение качества модели за счет того, что мы используем меньше бит, соответственно, у нас меньшая точность. И больше, чем в 10 раз вы сеть свою не сожмете таким образом, как правило, чего не хватает на практике. Здесь приведена иллюстрация одного из алгоритмов квантизации. Видите, мы близкие веса как бы кластеризуем, объединяем общим индексом. И таким образом вместо исходной матрицы из 32-битных чисел мы получаем матрицу из 2-битных индексов и дополнительно храним небольшую таблицу, которая каждому индексу сопоставляет его значение. Таким образом сжимаем сеть. Далее. Методы прунинга. Идея такая. Удаляем или обнуляем какие-то веса в матрицах слоев нейросети. Таким образом матрицы становятся либо разреженными, либо просто меньшими по размеру. Тут тоже много чего было уже придумано. Начиная от каких-то простых совсем эвристик. Вроде давайте просто обнулять веса, которые и так близки к нулю, у которых маленькое абсолютное значение. В принципе на практике работает достаточно неплохо. Но также было придумано и множество сложных, достаточно основанных на байсовской теории методов. Вроде variational dropout, automatic relevance determination и прочих. Прунинг бывает неструктурированный и структурированный. Чем они отличаются, эти две ветви? Вот здесь приведена схематически нейросеть до и после применения к ней прунинга. Видите, мы можем либо обрубать отдельные синапсы, то есть отдельные связи, что соответствует занулению отдельных элементов в матрице весов, либо удалять целые нейроны из сети, что соответствует занулению целых столбцов в матрицах весов. И, конечно, удалять нейроны лучше, чем синапсы, поскольку современное железо куда эффективнее работает с маленькими и плотными матрицами, чем с большими и разреженными. Собственно, в этом и заключается принципиальная разница между структурированным и неструктурированным прунингом, а именно, неструктурированный прунинг — это когда мы удаляем синапсы, то есть какие-то отдельные элементы в матрицах зануляем, таким образом матрицы нейросети становятся разреженными, и нейросеть таким образом очень неплохо можно сжать, вплоть до сотен раз, но, как я сказал, практически без ускорения. И, соответственно, структурированный прунинг, когда мы удаляем веса структурированно, то есть группами, например, нейронами целыми, таким образом мы нейросеть и сжимаем, и ускоряем, но, конечно, сжатие уже не такое хорошее получается. И, наконец, мои любимые — это методы разложения. Основная идея такая. Мы представляем веса нейросети в виде некоторых специальных разложенных структур. Я далее поясню, что имеется в виду. Методы разложения делятся на методы матричного разложения, вроде SVD, и методы тензорного разложения, вроде тензор-трейна, такера и прочих. Давайте начнем со SVD. SVD, или сингулярное разложение, позволяет представить произвольную матрицу размера N на M в виде трех матриц. Размера N на R, диагональная размера R и матрица размера R на M, что приводит к экономии как по памяти, так и по вычислительным операциям. Однако у SVD есть такой вот очень важный гиперпараметр, как ранг SVD-разложения, то есть вот это вот само число R, которое, с одной стороны, контролирует то, во сколько раз мы сжимаем и ускоряем, соответственно, нашу модель, с другой стороны, то, насколько мы ее огрубляем. Поэтому его нельзя делать ни слишком большим, ни слишком маленьким. Его надо как-то контролировать. Ну и в нейросетях это применяется очень просто. Мы банально матрицы нейросети переводим в SVD-формат. Таким образом нейросеть сжимается и ускоряется, то есть сжатие там несколько десятков раз может быть. Но, как правило, на практике и этого не хватает. И дополнительно у нас появляется такой вот новый и очень при этом важный гиперпараметр, как ранг нашего разложения. Хотя, с другой стороны, это всего лишь один новый гиперпараметр. Мы его на кросс-валидации подберем, ничего страшного. Ну, в случае с SVD быть может, а в случае с тензорными разложениями уже не так все гладко. Вот, например, тензор трейн разложения или разложения тензорного поезда. Оно позволяет представить произвольный демерный тензор в виде поезда или совокупности из D трех- и двухмерных тензоров. На самом деле это некоторое многомерное обобщение двумерного SVD. И, соответственно, если у нас в двумерном случае был один ранг, то в демерном случае рангов становится D-1 штука. И подбирать их с помощью кросс-валидации уже особо не получится. В нейросетях это используется следующим образом. Мы представляем веса нейросети уже в виде тензоров, а не матриц. И, соответственно, тензоры раскладываем в некоторый тензорный формат. По аналогии с тем, как мы матрицы раскладывали в SVD формат. Это позволяет очень существенно сжать нейросеть вплоть до сотен и даже тысяч раз с ускорением. Это сейчас очень быстро развивающееся перспективное достаточно направление. Но его главным, скажем так, недостатком является то, что у нас появляется много новых гиперпараметров. Начиная с того, ну хорошо, скольки мерными нам тензорами представляют наши веса. И заканчивая, самое главное, тем, какие ранги нам выбрать в нашем разложении. Как я сказал, с кросс-валидацией здесь уже особо не получится что-то сделать. Но наука не стоит на месте. И, в частности, мы с коллегами сейчас разрабатываем метод, который основан на байсовской теории и позволяет автоматически подбирать тензор-трейн ранги фактически за бесплатно. Вот видите, в первой таблице мы с помощью четырехмерного тензор-трейн разложения, где мы все ранги просто вручную выставили равными по 16, получаем модель в принципе того же качества, но при этом сжатую в 230 с лишним раз. Замечательно. Но если мы применим наш супер-метод с автоматическим подбором рангов, то мы модель еще дополнительно в пять с лишним раз сожмем, так еще и качество повысим. Поэтому это я к тому, что не стоит отчаиваться. Текущие проблемы или недостатки методов тензорного разложения, они решаются, решаются успешно. И, как я сказал, направление набирает обороты и очень перспективно, на мой взгляд. Давайте подведем итоги. Квантизация. Используем меньше бит для хранения параметров нейросети. Давно известная технология, но результаты не то, чтобы сильно впечатляют. Прунинг. Удаляем или обнуляем элементы или группы элементов в нейросетевых матрицах. Позволяет либо хорошо сжать сеть действительно, либо и сжать и ускорить, но, конечно, уже не так замечательно. И, наконец, методы разложения. Представлять веса нейросети в некотором специальном разложенном виде. Это позволяет достичь как высокого сжатия, так и ускорения модели. Но направление новое, разрабатывается, и много чего еще здесь предстоит сделать. И в конце я хотел бы сказать, что лично мне нравится в методах разложения. Это новый взгляд на нейросети. То есть вместо того, чтобы представлять сети, как я изначально сказал, в виде набора матриц, мы их представляем в виде каких-то сложных, многомерных, комплексных таких структур, которые за счет меньшего числа параметров и, соответственно, большей эффективности позволяют достичь той же функциональности, той же функциональной мощности, что и классические, но при этом избыточные нейросети. В частности, например, недавно вышла статья, где авторы предлагают представить всю нейросеть в виде одного восьмимерного разложенного тензора, что и сжимает и ускоряет нейросеть неплохо. Но здесь, на мой взгляд, важны не столько практические результаты этой работы, сколько сама идея перехода на некоторый концептуально новый уровень того, как мы видим нейросети. И, соответственно, я бы очень хотел надеяться, что и кого-нибудь из вас также заинтересует это перспективное и плодотворное направление. И, быть может, когда-нибудь мы вместе с вами совершим новый парадигм shift. Большое спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Действительно интересует. И интересует, в частности, вопрос, с квантизацией более-менее понятно. А вот насчет прунинга. Есть ли автоматические инструменты, которые для какого угодно фреймверка реализуют прунинг? Ну или из последних, из декомпозиций? Ну, скажем так, в методах прунинга, как правило, в простых методах прунинга, вроде, как я сказал, когда мы обрубаем веса просто по их абсолютному значению, мы устанавливаем порог, ну то есть мы устанавливаем процент весов, которые мы хотели бы удалить из сети, которые, опять-таки, подбираются по кросс-валидации, исходя из ваших каких-то предпочтений. То есть вы изначально задаете, что удалим в конце 90% весов. И у вас, соответственно, так обучается модель. Я понимаю подход. Вы скажите, есть ли инструменты? Инструменты. То есть я хочу написать какую-то строчку, типа там tf.prune everything, да, и вот чтобы оно сработало. Понимаете? Скажем так, автоматических инструментов. Да, но там тоже нужно устанавливать, скажем так, какие-то пороги вручную. Ну, в принципе, да, да. Да, есть. Спасибо большое. Прости, я просто в своем вопросе. Спасибо большое. Есть такая штука. Вы приводили много экстрементальных данных на Kefari. Мы тут недавно занимались спортификациями и кванатизациями. И у нас получалась очень странная история, когда оно хорошо работает на Kefari, на Мнисте. Короче, отлично сжимает любые задачи, где нейросеть весит больше, чем данные. А пробовали ли что-то из этого из tt применять на ImageNet или на больших датасетах, типа там WMT, ENFRE, где данные очень большие и сильно больше, чем модель? Вы знаете, сейчас это, как я сказал, разрабатывающиеся только направления. То есть там не так много экспериментов. В частности, мы сейчас собираемся на трансформере это запустить. На ImageNet пока нет, если честно. Я не знаю, во всяком случае. Спойлер на трансформере. На IWSLT все отлично сжимается всем, чем угодно, а дальше нет. Мы еще больше сожмем. Мы очень серьезные люди. Извините. Можно дурацкий вопрос. Спасибо за доклад. Вы вначале в самом сказали, что избыточное количество параметров модели может приводить к тому, что модель просто запомнит выборку и переобучится. Но методы обрезания параметров модели, они ведь проводятся уже после обучения. Можно ли говорить о каком-то повышении тестового качества, если, скажем, мы сильно переобучились на трейне, потом обрезали? Можно ли говорить о каком-то повышении тестового качества, если мы сильно переобучились после обрезания? Имейте в виду, можно ли повысить качество после обрезания сети? Ну и, скажем, у нас сильно переобученная сеть, которая, собственно, и сделала то, что вы сказали. Ее избыточное число параметров позволило ей запомнить полностью обучающую выборку. Может ли нам вообще в этой ситуации помочь чем-то прунинг или нет? Дело в том, что методы прунинга применяются в процессе обучения. То есть вы не обученную модель, как правило, прунете, а вы обучаете модель заново с нуля. И она обучается, скажем так, с некоторым специальным регуляризатором, который приводит к тому, что большинство весов у вас зануляется. То есть это не готовая модель прунинга, а исходная обучается, чтобы быть сжатой.